Я прочитал об этом в вашей книге. Как мы можем раствориться в вас? Я не серная кислота. Давайте поймем вот что. Что такое растворение? Я не знаю, как вы это восприняли. Это не то, что было сказано. Немного не так. Но давайте я внесу ясность. Осознанно или неосознанно. Но каждый человек, сознательно или бессознательно, ищет решений для ситуации, в которой он находится. Не так ли? Или, другими словами, природа человеческого разума такова, что где бы вы ни оказались, везде возникают проблемы. Да? Можно рассказать вам анекдот? Я понимаю, что это серьезный вопрос, очень духовный. Однажды муж и жена, обоим было уже за 70, отмечали 45-ю годовщину совместной жизни. Им захотелось отпраздновать дату в точности так же, как это было в день их свадьбы. Они обвенчались в той же самой церкви, вышли из нее в то же самое время. Затем, как и в тот день, пошли в кино на итальянскую мелодраму. После этого поужинали в том же самом ресторане. Ели ту же самую еду и пили то же самое вино. А потом поехали кататься на машине. И жена сказала, «Дорогой, что с тобой? Помнишь 45 лет назад, как страстно ты целовал меня в машине?» Он сказал, «Хорошо». Не нужно смеяться. Вы не знаете, что такое 45 лет спустя. Это другой мир. Он попытался поцеловать ее, но, к сожалению, через 45 лет ваше тело уже не то. Да и машины стали быстрее, и бах, они слетели с моста. И оказались перед вратами рая. Затем они вместе прошли регистрацию на ресепшене. И поскольку оба были игроками в гольф, они спросили, а здесь в раю, есть поле для гольфа? Святой Петр сказал, «Да, самое лучшее. Лучшее поле для гольфа, которое вы когда-либо видели». Можно взглянуть? Конечно. И они увидели безупречное поле для гольфа. Они спросили, «Мы можем начать игру? Поле уже открыто? В раю поле для гольфа открыто всегда, и днем, и ночью. Но у нас нет клюшек. Нет проблем. Вот золотые клюшки, изготовленные специально для вас». Муж начал игру, и с первого удара попал в основную зону. Его жена нанесла удар и тоже попала в основную зону. Затем они пошли к своим мечам, чтобы закатить их в лунки. Неожиданно мужчина впал в депрессию. С мужьями такое часто случается. Она посмотрела на него и сказала, «Джон, в чем проблема? Мы в раю, на лучшем поле для гольфа. У тебя был отличный удар, у меня был отличный удар. Что тебя беспокоит?» Он сказал, «Если бы не твое дурацкое здоровое питание, мы могли бы попасть сюда давным-давно». Такова природа человеческого интеллекта, потому что у него ко всему очень односторонний подход. Он все считает проблемой. Когда у вас нет проблем, вы растворены. Пожалуйста, поймите это. Потому что вы не проблема, вы возможность. Растворение не означает разрушение. Растворение означает сломать границы своей индивидуальности. Потому что ваше индивидуальное существование это миф, который вы создали. Если вы так индивидуальны, и вам не нравятся люди, которые сейчас сидят рядом, не дышите тем воздухом, которым дышат они. Сделайте вот что. Просто зажмите нос и держите так две минуты. Вы узнаете, что без связи с внешней средой вы не продержитесь и мгновения. Это касается не только ваших легких. Это происходит с каждой клеткой вашего тела. Без связи со всеми разданием тело не сможет прожить и мгновение. Растворение – это не то, что вы делаете. Если вы отбросите умозаключение о самих себе, вы уже растворены. Современная физика говорит вам об этом, не так ли? Вы уже растворены. Вам не нужно растворяться. Просто у вас в голове существуют иллюзии. Избавиться от этих иллюзий есть духовный процесс. Духовный процесс не является каким-то реальным процессом. Духовный процесс просто помогает вам дистанцироваться от вашего физиологического и психологического процесса, чтобы вы видели жизнь такой, какая она есть. Субтитры создавал DimaTorzok